Если помните, показывала вам вот такое печенье с миндалем, испанское. Также купила от этого же бренда вот такое с лимоном, уже попробовала. Оно тоже в индивидуальных упаковках, как и то, но только без сахарной пудры. А то, что с миндалем, как видите, здесь сверху оно полностью покрыто сахарной пудрой. И то, и то печенье очень нежное, очень мягкое, очень вкусное. Очень советую вам его попробовать. Фирма называется Мантекада. Если я правильно ее произношу, испанский язык я, к сожалению, не знаю. Но, может быть, когда-нибудь начну его учить тоже. Пришли в новое заведение, называется Берлин. Стрит-фуд. Взяли веганские доны, распалахали. Есть вот такие интересные места возле окошка. Тут можно зарядить телефон. Вид мне нравится очень. Решили тут сесть на диванчиках. Ромашка, мята, лимонник, шепшина. Это давайте дровяной. Пожалуйста. До Харькова дошел прогресс. Смотрите, пакетики для уборки после выгула собачек. Класс. Ребята, всем большой привет. Как мы уже, наверное, догадались, я иду сейчас на маникюр. Время 16.20. И, как видите, еще достаточно светло. Я уже этому очень сильно рада. Потому что не только солнечного света, но и все-таки вообще освещения не хватает в жизни. Чувствуется какая-то апатия из-за серости. И действительно, как только выглядывает солнце, и как только день становится немножко длинней, как будто бы заново хочется жить, планировать какие-то новые дела, да и просто, наверное, выходить на улицу, заниматься чем-нибудь, хотя бы просто прогуляться. На самом деле, у меня назрела интересная тема очень. И я думала осветить вам ее сегодня в этом влоге. Но не знаю, как у меня это получится. Может быть, у меня сейчас рука замерзнет нести телефон. Посмотрим. Поэтому, наверное, сначала хотела бы с вами поговорить о делах насущных. Так, я собираюсь в отпуск в достаточно теплое место. Люди, люди. Все-таки стесняюсь при людях я говорить по-русски. Кстати, я смотрю одну девушку. Она живет в Австрии и все время ведет влоги. Но как только слышит, что рядом идет кто-то русский, она тут же начинает стесняться. Вот. Есть такое же и у меня. Кстати, давайте по поводу отпуска. Сейчас я собираюсь ехать в Барселону. Я там еще ни разу не была. И очень много моих знакомых там были. И есть даже такие, кому это место нравится больше, например, чем Париж. Да, интересно. Хотелось бы посмотреть. Мой муж в прошлом году ездил в Барселону один по работе. И ему тоже очень сильно понравилось. Как бы очень он вдохновился этим всем. И решил, что нужно и меня туда тоже отвезти, чтобы я тоже посмотрела на это все дело. Ой, начинаю закрывать камеру, извините. Так вот, чтобы сейчас мне собраться, мне нужно знать погоду в Барселоне. Потому что, несмотря на то, что это теплое место, все-таки не лето сейчас. И в Харькове, соответственно, тоже не лето. И мне нужно быть в каких-то более-менее теплых вещах. И с собой брать уже какие-то вещи, то ли теплые, то ли не теплые. Не знаю, в общем, что брать. Смотрели прогноз погоды. То показывает 10 градусов, то 20. Ну, соответственно, это очень большая разница. Потому что 20 это уже платья легкие какие-то, легкая обувь. А 10, например, при ветре и дожде, это уже такая одежда, ну, вполне себе должна быть теплая. Вот, поэтому целая дилемма. Наверное, в понедельник я буду складывать вещи. Во вторник я уезжаю. И, скорее всего, примерно с этого времени начнут выходить мои влоги из Франции. Во Франции я была еще в октябре. Но моего энтузиазма хватило только на съемку. А нужно было все это еще смонтировать. Как-то более-менее красиво преподнести. И вдохновения не было, как я уже сказала. И только сейчас я все эти материалы подготовила. Надеюсь, пока я буду отдыхать в Барселоне, вы посмотрите мой отдых во Франции. И вам будет это интересно. Я побывала не в одном городе. Не только в Париже я была. Как вы могли подумать. Хотя Париж, конечно, я безумно обожаю. Но я поняла, что я люблю всю Францию. Вот, что есть, то есть. Поэтому эти влоги уже практически все готовы. И они начнут выходить, ну, я думаю, что со вторника, наверное. Не знаю даже. Или, может быть, я сниму видео, как я собираюсь еще в поездку. Не знаю. Если будет время, то я сниму. Мне, в принципе, не сложно. Но нужно, чтобы было время. И чтобы мне было удобно это делать. Вот. Пока такие дела. Поговорить я хотела вообще о минимализме. Да. Насущная, интересная тема. Но все-таки, наверное, из дома я вам повещаю про минимализм. Потому что мыслей очень много. И на улице не слишком удобно все-таки разговаривать. Я хочу сделать это в такой более расслабленной домашней обстановке. И мы с вами обсудим в комментариях уже все детали. Вот. Я уже подхожу. Сейчас будем делать маникюр. И проблема белых. Не знаю, какой делать цвет. Да, дизайны я никакие особенно не люблю. Иногда делаю. Но не особо люблю. Вот. А опять говорю, вот. Прошу прощения. Это когда начинаю о чем-то задумываться, вставляю это слово. Уже за собой заметила. Благодаря видео, между прочим. Поэтому видео очень полезно снимать. Можно видеть полностью свою... Видеть, слышать полностью свою речь. И работать над ошибками. Ну, планирую сделать, наверное, что-то классическое. Я давно не красила красным оттенком. Может быть, его. А может быть и нет. О, ладно. Все, давайте. Сделали все-таки красный маникюр. И я опять поменяла форму. Субтитры сделал DimaTorzok